Привет! Сегодня у меня на обзоре один из самых дорогих и один из самых топовых плееров, доступных сейчас на рынке. Это LATU PAV GOLD. Стоит он 2000 долларов в уру рекомендованная розничная цена, кое-какие можно найти чуть-чуть дешевле, но 2000 это и в уру стандартная розница, по которой он продается. Что же можно получить за эту цену, превышающую годовой доход некоторых людей. В компании естественно постарались сделать все на уровне, поэтому даже уже коробка очень необычная и качественно проработана. Внешняя упаковка такая вот серебристо-серая, без каких-то особых внешних деталей. Ее можно вот так вот аккуратно распаковать и вот так вот здорово она в разные стороны открывается, давая доступ к внутренней коробочке. Мелочь, но приятно, что все начинается с продуманности. Внутренняя коробка тоже достаточно необычная, верхняя крышка вот так вот откидывается. Тут у нас сам плеер, пока его отложим в сторону. И следуя инструкции, вот так вот открываем эту часть. Тут есть зарядное устройство со сменными вилками, чехольчик такой симпатичного бархата на затяжечках. В новых версиях вроде бы даже кожаный чехол дают. И разные инструкции, руководство по быстрому старту, гарантийники и остальные бумажки. Можно открыть и эту часть. Тут у нас находятся разные сменные вилки для этого зарядного устройства под разные розетки мировые. И USB 3.0 кабель. Как и младшая модель LATU PAW 5000, GOLD работает с USB 3.0, позволяя копировать файлы быстрее. Но если этот кабель вдруг не окажется под рукой, то разъем, в принципе, совместим с обычным microUSB. В общем, упаковку постарались, конечно, сделать на уровне в соответствующем цене. Внешний плеер также сделан достаточно солидно. Он по фронтальному размеру достаточно стандартный. В общем-то, не сильно даже велик. Но больше среднего по толщине. Также по весу. Он весит 270 грамм, что, в общем-то, весьма увесисто. То есть, устройство карманное достаточно условно, поскольку скорее вносить можно только в кармане куртки. В карман штанов он будет сильно оттягивать. Поскольку корпус сделан полностью из дюралюминия, сплава алюминия с магнием в такой вот необычной форме. Выточен из единого куска, цельного. В общем, достаточно солидный. Также внутри большой аккумулятор для питания всего. Поэтому, как бы, тут пришлось жертвовать весом толщиной. То есть, устройство либо для домашнего прослушивания, либо носить с собой его в куртке, в сумке и так далее. Управление очень удобное. На верхней панели разместились выход на наушники и линейный. Переключатель коэффициента усиления. Hold, если кто-то им пользуется. И вот тут сделан регулятор громкости. Вращается он по умолчанию в неожиданную сторону. То есть, увеличение делается вот влево. Хотя ожидая, что оно будет работать вправо. Но это настраивается в меню. Можно сделать и стандартно. Тогда вот эта иконка будет вводить в заблуждение. На этой стороне USB 3.0 разъем. И разъем для зарядки. Зарядное устройство тут нужно использовать только свое. Поскольку используется 12 вольт. И зарядить его от USB не получится. Он не заряжается. У карты памяти тут используются полноценные SD. Что очень хорошо, поскольку они стоят дешевле. То есть, тут полноразмерная карта памяти установлена. Входит и фиксируется надежно. Тут разъем для сброса. Экран разрешением 160 на 128 пикселей OLED. Покрыт сапфировым стеклом. Что обеспечивает ему надежность. И, собственно, тут пластиковых пять кнопок. Кнопка включения и выключения. Вокруг нее еще описан кольцевой индикатор светодиодный. И пятипозиционная кнопочка для основного управления. Вот этот индикатор можно включать и выключать. Если вам не нравится его синяя подсветка, его можно в меню выключить. То есть, сделано очень надежно, очень солидно. Действительно, выглядит достойным устройством. По управлению, в принципе, он схож со своим младшим братом. Loto Pav 5000, который я когда-то рассматривал. Так, экран на самом деле не мерцает. Это просто из-за камеры так кажется. То есть, по управлению он прост, минималистичен, но весьма удобен. Тут есть на экране практически все, что необходимо. Выбраны эффекты, оставшееся время работы от батареи, воспроизведение, время, название трека, его разрешение, все характеристики присутствуют. То есть, как бы, несмотря на то, что он не отображает, вернее, обложки он отображает, но отдельно. Экран очень функциональный, выглядит достаточно удобно. Тут перемотка треков, перемотка внутри трека, воспроизведение паузы, стоп-кнопка. Центральную функцию центральной кнопки можно поменять в меню. По умолчанию она работает так же, как воспроизведение паузы, но при необходимости на нем можно повесить функцию переключения информации на экране. Остальные кнопки введут в разные разделы меню, что очень удобно. То есть, файл позволяет вам осуществлять навигацию по вашим файлам, без проблем. Русский язык поддерживается, но по-китайски вот так вот, с пробелами и некрасивым шрифтом. Лист – это текущий список воспроизведения и, собственно, три кастомных плейлиста, куда вы можете добавлять файлы. Или же All – это все ваши файлы одновременно. Сетап ведет нас в меню настроек. Настройки воспроизведения тут стандартные. Повторы, что показывать на экране, DSD-гейн и так далее. Системных настроек очень много. Тут настраивается практически все, что угодно. Выключение, языки, дисплей и так далее, вплоть до теста скорости SD-карточки. И кастом настройки тут как раз в основном переназначение кнопок. Вот эту кнопку можно переназначить FN в центральную кнопочку, а также направление вращения громкости и так далее. Дальше интересная возможность – это вот этот пунктик ATE PMQ. Тут есть встроенный эквалайзер, но в отличие от большинства плееров он не графический, а параметрический. То есть вы выбираете опорную частоту, ширину регулируемого диапазона и дальше можете его добавить или убрать. Тут есть несколько готовых настроек, либо же есть кастомные, которые можно даже сохранять, делиться с друзьями и так далее. То есть это позволяет гибко настраивать звук. ATE – это автоматический улучшатель звука тоже. Тут есть вот две первых настройки, очень хорошие. Ярче для тех, кто любит звук посветлее и свит, наоборот, его делает таким более чуть-чуть затемненным. Плюс есть еще несколько дополнительных настроек, но они уже не так хороши. Тут используется очень хороший процессор сигнала, поэтому на самом деле это одно из редких устройств, в которых эквалайзер действительно не упивает звук и им вполне можно пользоваться. Поэтому подкрутить немножко настройки под себя и под свой вкус вполне можно с помощью эквалайзера и всего остального. То есть управление удобное, несмотря на минималистичность, сделано очень хорошо. Плеер управляется легко и производит приятное впечатление также по кнопочкам, настройкам и всему остальному. Действительно на уровне. Ну и конечно же по звуку. Звук – это, пожалуй, то, что оправдывает всю цену этого плеера. Он действительно по звуку один из лучших современных плееров, присутствующих сейчас на рынке. Если сильно придираться, то, в общем-то, можно отметить два момента. Во-первых, это то, что он не сильно хорошо работает с чувствительными недорогими динамическими наушниками, но, в общем-то, слушать его с этим плеером – это как, не знаю, заливать 76-й бензин в спорткар. И вторая проблема, не знаю, как-то у него что-то есть, маленькие какие-то проблемы на верхних частотах, которые иногда… Такое впечатление, что она в каком-то узком диапазоне, и очень редкие записи, когда попадает что-то в этот диапазон, они чуть-чуть режут слух. Я не знаю, с чем это связано, может быть, это какие-то особенности моего восприятия, но иногда мне такое кажется. Может быть, это именно проблема у меня, потому что у других людей я не слышал упоминания этого, но не сказать про это я тоже не могу. Есть какой-то маленький то ли печок, то ли провальчик, то ли какая-то такая вот маленький оттеночек ненатуральности на ВЧ, но он попадается реально редко. В остальном это действительно лучи по звуку плеер. Бас тут великолепный, глубокий, с великолепными текстурами, разрешением, четкой ударностью. Это, наверное, единственный плеер, который действительно отыгрывает ударное, именно полноценно, полновесно, драйвово, энергично и динамично. То есть, удар полностью слышны все эти фазы и касания. Средние частоты абсолютно натуральные и естественные. Инструменты разделены великолепно. Очень широкая сцена, при этом не раздута искусственно, без налета синтетичности. Очень хорошая по глубине, с разделением планов, с передачей эмоций. Вокал никуда не отодвинут, нет никаких искажений и проблем на вокале. Нет никаких попыток что-то разделить, изменить. Инструменты очень натуральные, чувствуется их объем, чувствуется естественность. Все это присутствует в воспроизведении этого плеера. С исключением маленькой вот этой вот проблемки на ВЧ, которую я назвал. Верхние частоты тоже хороши. Они не маскируются, поэтому для тех, кто чувствителен к ВЧ, плеер, пожалуй, не подойдет. Он может быть рисковат, особенно если плохие записи. А плохих записей на самом деле очень много. Поэтому этот плеер очень придирчив к записям и пересматривать свою фонотеку придется почти наверняка. Но это как бы тоже то, что характерно для топовых, высокоуровневых плееров. Что еще? Про работы на верхние частоты очень хорошо. Если их будет много, то их можно чуть-чуть переглушить с помощью вот этого вот ATE функции. Но в целом, в общем-то, нужно их подбирать в плеер, слушать предварительно перед тем, как брать. Естественно, для такой цены, опять же. Используется тут стандартный PCM 1792. Один из лучших, наверное, современных ЦАПов. Несмотря на то, что ему уже много лет, и он явно не новинка. Лишен всех вот этих вот модных вещей, которые там есть. У 4495 АК, новых САБРов и так далее. Это хороший ЦАП, на котором построено много-много хороших устройств. В качестве усилителя тут используется LME. Поэтому выдает этот плеер дичайшие 500 мВт на 32-омную нагрузку. Поэтому запас по мощности у него огромный. Он без проблем раскачивает 600-омные Bayer-динамики. Большинство планарных наушников, 300-омные Sennheiser. То есть, вот, в плеер, в общем-то, великолепно работает с полноразмерными наушниками. От такого маленького устройства не ожидаешь такого качества. В целом, что еще? Есть небольшой шум с чувствительными наушниками. Но он не предельный, не критичный, не мешает. То есть, в общем-то, немного не хватает функций типа USB ЦАПа. И, в общем-то, не нравится мне то, что он заряжается только от своего зарядного устройства. Но, опять же, это расплата за аккумулятор большой. Заявлено 11 часов работы. У меня он работает даже больше. Поскольку питание тут организовано хорошо, очень качественно. Заряжается где-то чуть больше 5 часов. В общем-то, достаточно неплохо для такого устройства. По звуку я могу только продолжать перечислять какие-то позитивные эпитеты, потому что плеер действительно хорош. Не для всех, конечно, вот есть кое-что. Но, в принципе, в высокоуровневых плеерах там уже идет, конечно, вкусовщина и переборы. Для живых жанров он мне особенно нравится. Он действительно драйвовый, энергичный и так далее. Но искать хорошие записи явно придется. Так же, как и подбирать к нему наушники, чтобы максимально его раскрыть и так далее. В общем, это плеер, который тоже оправдывает поговорку про то, что аудиофил должен страдать. И финансовый, и после этого, и потом еще страдать, когда жена узнает, сколько он стоит. Но, в общем-то, это то топовое устройство, которое позволит остановиться, пожалуй, в поисках своего звука. Спасибо за внимание.